всем добрый день мы с вами опять в поселке аше просто ездили заправляться на лукой и вот решили парижный порожный рейс убыток стране поэтому и остановились ваши и сейчас немножечко совершим маленькую прогулочку поэтому живописно мой красивому поселочку смотрите какие домики я вам только что показал в начале этого ролика дизайнерский домик красивенький такой прикольный ну и как всегда очередной раз подчеркнул что вот перед этим домом имеется такая лужайка и классная такая тропинка но мы направляемся в сторону моря слушаем цикад наблюдаем за грецкими орехами да да вот он само что ни на есть грецкий в то же время орех прогуляемся в сторону причала какого причала тут причала нету то есть пляж да конечно хотелось чтобы были бы тротуарчики везде как около алькаида но наверное это пока еще дороговасненько вокруг и кругом сидят хозяева домовладения все сдают самостоятельно поэтому опять же все любители аше пожалуйста самостоятельно приезжайте сюда не стоит останавливаться там посредниками беседовать ступать и переплачивать есть поселок аше есть хозяева заезжайте и сами ищите тут выбирайте себе жилье по вкусу цикады вам подскажут вот эти алыча тут тоже прям на улицах прорастает так вот козьян интерфешки зеленые улицы очень красиво очень даже мы двигаемся в сторону центра поселка я не знаю что именно как и правильно назвать ли это центра должна нас это центр вот этой нижней части поселка же скажем так потому что сам поселок аше делится на две части как я уже не разговаривал есть верхняя часть из нижняя но и во всем случае я и так поделил прогуливаясь и вот мы сейчас и нижней той которая самая туристическая часть поселка блин как же они тут это того цикады эти цикадят конкретно цикадят вот этот домик я показывал строили вы еще тогда ну принципе его сейчас строят в этом году боюсь что сезон уже не будет работать хотя кто его знает может быть и будет родные просторы для лазвийская это даже не позволенная такая роскошь слишком много земли спустит хотя нет есть у нас на аэродроме немножечко такой пустоши я не знаю как и еще не продали а может быть припасли для чего-то на улице жарко более 31 градуса не знаю у кого я слышал что то есть там где-то в сибири там уже чуть ли не до 40 но мне жарко улица репина стараюсь держать себя идти чуть-чуть помедленнее обычно я что-то бегу но вот так вот я привык ходить с питер у меня осталась такая привычка там все время летишь куда-нибудь но тут можно конечно же не особо торопиться хотя торопиться нужно скоро поедем лазерскую на же еще дневной обзор а он себе ждать не заставит так а вот это вот дерево шелковица предыдущем посещении а шо я показывал одну принципе до сих пор плодов более чем достаточно даже можно сказать чтобы больше темненьких таких вот видите на дереве конечно же и помогает вот машинку тем более белая бы под шелковицы не ставил вообще машина под шелковицы не ставил был на жизненный опыт каждый день на машина но тогда некуда было деваться прям приходилось ставить на солнце конечно жесть очень хочется на море но туда идем на купаться я там не буду сегодня будем купаться на центральном но вот стали мы с вами свидетелями того как автобус ожидает своих пассажиров я так понимаю что он поедет лазерская скорее всего куда мы еще ехать то смотрите везде издаются жилье так что приходите и с хозяевами сразу беседуйте на катку ваше расписание автобусов это немаловажная информация для тех кто будет вашего пожалуйста фиксируйте для себя я думаю вам это пригодится распланировать свой маршрут допустим так гостевой дом 777 тут кафешка на именно одноименная машин полного дворец все забита так что я вам скажу что ваше пользуется спросом у трудящихся кафешки но и знаменитая столовая урал я это уже показывал и бывал мне неоднократно и даже трапезничал зелень красиво хорошо вкусная домашняя кухня это действительно так это как бы частная кафешка частная столовая и то есть вас не обманут тут все делают вкусно на столе формах смотрите это форма она еще маленькая зелененькая но скоро скоро где-то так в октябре скорее всего уже можно будет и попробовать есть разные с атаку мы потом поиски дальше подъедет прямо по горизонту есть вяжущая есть просто она вяжет меньше всего так что имейте буду ну а тут все что хочешь можно продвести вот до дубленок вот видите шубы дубленки зонты обувь напитки надувные всякие средства но нам ничего этого не надо мы с вами просто смотрим ситуацию в поселке аше как что-то происходит людей заметно заметно больше конечно же с нашего последнего визита это красивые домики цветочки экскурсии столовое море я показывал даже цены так что не буду заострять внимание посмотрим на море что там на море как там на море здравствуйте как парс на скидке бесплатная доставка вот видите на аглопарк бесплатная доставка довезут а а а и и и и и так пляж поселка ше я честно говоря бы не сказал что очень много народа но тем не менее народ присутствует здесь пожалуй предыдущую мою поездку мне кажется что народа было приблизительно столько же плюс-минус там 10 20 30 40 человек видите не густо но и не пусто море отличная теплый ветеробчик такой освежающий я бы сказал даже то есть в принципе многие наверняка уже убежали домой либо обедать так как температура на солнце явно превышает тридцать пять градусов слава богу я надел панамку вот такой вот поселок аше далеко-далеко за столбами если тебе до железной дороги то можно прийти в Азовский ну наверно буду говорить вам до свидания такой вот маленький маленький обзор поселка будем считать законченным всем пока приезжайте в Азовский приезжайте в Аше возвращаясь обратно к автомобилю было принято решение показать вам немножечко обратной дороги показать на поселок не сказать на возвышенную скажем такую часть на горы на вышку даже две телефонов вышки тут по идее должен интернет летать но не знаю сейчас пройдем еще немножечко и появится автобус уже ушел мы будем заканчивать наше путешествие уже точно по улице репина здесь мы уже все были все видели пока